Вакцинация сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии проходит ежегодно. Сомнений нет ни у кого. В числе первых делает прививку главный врач государственного учреждения Алла Калеева. Я считаю это обязательным мероприятием, которое предохраняет нас от этого заболевания, но и также от вирусных заболеваний тоже. Потому что, конечно, существует множество различных мер защиты. Это и препараты какие-то лекарственные, так и растительные, типа чеснока, лука, как люди применяют. Но, скажем так, иммунизация – это наиболее верный способ предохранения от гриппа. Учитывая, что грипп у нас постоянно видоизменяется, поэтому необходимо каждый год прививаться, чтобы предотвратить именно тот вид гриппа, который будет в этом эпидемиологии. О положительном эффекте вакцинации говорит и врач-интерн Анастасия Уласевич. Заканчивала Белорусский государственный медицинский университет. Проходила подготовку на кафедре эпидемиологии. Преподаватели доступно объяснили, для чего это делать. Для того, чтобы защитить себя от вируса гриппа. Для того, чтобы защитить от осложнений, которые может вызвать вирус гриппа. В первую очередь, от осложнений, конечно, чтобы предотвратить то, что случилось в 2009 году, эпидемию, чтобы не было таких сложных случаев забирания. Для массовой иммунизации используется вакцина нового поколения Гриппол плюс Белмед. Выраженный иммунный ответ формируется на 12-14 день и сохраняется до года. Уникальность этой вакцины состоит в том, что там количество антигена, входящего в состав самой вакцины, значительно меньше, чем в аналогах вакцин противогриппозных, таких как Воксигрип и Инфлювак. Для сравнения, в Инфлюваке 15 микрограмм антигенов разнообразных вирусов гриппа. В нашем гриппуле Белмед 5 микрограмм, плюс ко всему туда включен препарат полиоксидоний, который является иммуностимулятором, позволяет иммунитету сохранить длительную память и, соответственно, иммунитет вырабатывается значительно эффективнее. В аналогах препаратов импортного производства полиоксидон не включен. Поэтому всем, кто боится делать прививки белорусского и российского производства, я советую все-таки попробовать. Сегодня в Солигорском районе привито более 26 тысяч человек. Это 20%. Для создания определенного уровня коллективной защиты от гриппа необходимо привить около 40%. Врачи рекомендуют сделать прививку в первую очередь пожилым, людям с хроническими заболеваниями, детям от 6 месяцев до 3 лет и беременным женщинам. На сайте Всемирной организации здравоохранения с 2006 года висит рекомендация о том, что беременным женщинам необходимо делать прививку. На сегодняшний день теми препаратами, которые у нас есть, могут прививаться женщины во втором и третьем триместре беременности. Настоятельно рекомендую привиться беременным женщинам, которые по роду своей деятельности связаны с огромным количеством людей. Это продавцы, это те же медицинские работники, это лица из сферы бытового обслуживания, потому что риск заболевания у них значительно выше. А переболезть гриппом в состоянии беременности очень чревата прерыванием беременности. К слову, проводится вакцинация и на платной основе, хотя существенного отличия врачи не видят. Солигарчанам предлагают инфлювак Нидерланды и французскую ваксигрипп. Я могу от себя сказать, что практически всеми вакцинами прививалась. И флювоксином китайским, который был сейчас, грипполбилмедом привилась. Но разницы особо, если честно, я не вижу платной и бесплатной вакцины. Прививочная кампания продлится до 1 декабря. По прогнозам врачей, подъем заболеваемости придется на январь-начало февраля. Поэтому сейчас оптимальное время для защиты иммунитета.